Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди, те, которые были во главе в партии, просто ее неправильно исковеркали, эту партию саму. Начиная от Никиты Сергеевича Хрущева и заканчивая Борисом Николаевичем Дельцином. Традиция или привычка, или все же это хороший урок истории для нас? 106 лет, и мы до сих пор продолжаем отмечать этот праздник. Это олицетворение нашей юности, нашей молодости, потому что у нас одна родина СССР. В советские годы велась серьезная антирелигиозная деятельность. Не отрицаем ни церковь, не отрицаем ни вероисповедания, мы, наоборот, это признаем. Есть ли место в политике картами? Может быть, и не надо было так любить спричат. Здоровье, прежде всего, и сколько здесь деток, и эта площадка будет у нас востребована. Насколько стране нужны политические партии? Мы едины в одном, что мы должны построить сильную, прответающую республику Беларусь. Юрий Владимирович, здравствуйте. Со дня Октябрьской революции прошло вот уже 106 лет. Но дата не забыта. Это неудивительно, ведь белорусский народ обрел государственность. Как считаете, празднование – это все же такая традиция или привычка, или все же это хороший урок истории для нас? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что это все-таки урок истории хороший. Почему? Потому что исторические события не могут войти в привычку. Да, конечно, когда мы жили в Советском Союзе, это действительно праздник приобретал масштабы, где предприятия показывали свое производство, промышленность. Мы, естественно, могли похвастаться своими, это сказать, виниями науки, образований и так далее и тому подобное. И, конечно, все это, вот это все исторически сложившееся уже, начиная с 17-го года, когда мы приобрели, действительно, вы правильно сказали, государственность, для нас было очень важно. И вот, видите, прошло уже 106 лет, и мы до сих пор продолжаем отмечать этот праздник. Конечно, может, люди кто-то и относятся к этому как к привычке, к данному празднику, потому что в те советские времена большинство людей Советского Союза отмечали этот праздник. Но все-таки это было историческое, факт был исторический, была историческая дата, и до сих пор мы эту дату помним. Сейчас принято у нас возложение, да, 7 ноября, и мы открываем значимые социальные объекты. Как это проходило в советские годы? Вы знаете, в Советском Союзе это проходило очень так торжественно, проходило очень объемно, значит, и это было традицией. Всегда вот к этому празднику открывались объекты гражданского назначения, значит, естественно, социального назначения и другие объекты. Мне очень отрадно, что мы до сих пор эту традицию чтим и помним, и мы ежегодно открываем какие-то объекты. Именно так к этому празднику. Значит, все-таки история помнится, значит, мы помним ее, значит, мы чтим ее, что очень, кстати, и немаловажно для нашего и подрастающего поколения молодежи. Хорошо. В советские годы велась серьезная антирелигиозная деятельность. Сейчас же в Конституции прописано, что каждый белорус имеет право на свободу вероисповедания. Как сегодня вы взаимодействуете ли с церковью, и что думаете по этому поводу? Ну, я вам хочу сказать, конечно, и был перекос. Был перекос, конечно, серьезный, вот, потому что нельзя было у людей забирать вероисповедание, все-таки потому, что люди годами верили в православие и так далее и тому подобное. Ну, я не хочу сказать, что это была серьезная такая была ошибка, что повсеместно уничтожались храмы и церкви, и людям запрещали ходить в эти церкви. Нет, но то, что был перекос в этом плане, да, мы об этом говорим и это признаем. Вот. Почему? Потому что нельзя было этого вот так вот делать, уничтожать особенно вот храмы, уничтожать церкви, где люди, куда люди ходили, почитали и так далее и тому подобное. Я думаю, что мы эту ошибку признали, вот, и в настоящее время мы не отрицаем ни церковь, не отрицаем ни вероисповедания, мы, наоборот, это признаем. Вот. И может, это и хорошо, что люди идут, чему-то верят, вот, чему-то могут чему-то помолиться, дабы пожелать себе здравия и так далее и тому подобное. Но взаимодействие с церковью какое-то есть? Ну, на сегодняшний день пока у нас нет никакого взаимодействия, вот. Хотя мы пытаемся как-то зондировать почву, но пока на сегодняшний день пока ничего такого нет. Хорошо. Чем сегодня живет коммунистическая партия? Чем занимаетесь? Какие цели перед собой ставите? Ну, конечно, цели серьезные, учитывая то, что те постулаты, которые были приняты еще в Советском Союзе, а там были серьезные постулаты, серьезные были цели, они, в принципе, сохранились, только они немножко трансформировались более в современный вид, будем так говорить. Ну, естественно, мы как строили общество, так и строим общество социально направленности. Естественно, мы как помогали государству через своих представителей на всех уровнях, так мы это и продолжаем делать. Мы как формировали политическую волю, так и продолжаем формировать. Мы как формировали политическое сознание и убеждение людей, мы так это продолжаем и делать. Понимаете, мы, но самая главная цель, это, конечно, построение социализма. развитого, значит, будем говорить так, социализма, развитого социального общества, будем так говорить, естественно, через соответствующие, будем говорить так, признаки равноправия, коллективизма, чувства достоинства, патриотизма и так далее и тому подобное. Ведь все эти, вот эти слова, это не просто слова, которые звучали раньше, это просто слова, которые воплощались в жизнь. И мы до сих пор и продолжаем это делать, и продолжаем эти слова воплощать, и пытаемся это делать. Вот. И, в принципе, я хочу вам сказать, что мы же влияем на государство через определенные структуры, например, во властных структурах. Если, например, на сегодняшний день, например, в палате представителей находится 14 коммунистов. Это немало, я вам хочу сказать. Если по закону можно было создать фракцию, то можно было уже образовалась бы и фракция в палате представителей. Вот. И точно так же на местных уровнях, как в областных советах, так и в городских советах. Вот это и остается основной целью, задачей для нашей коммунистической партии. Конечно, на сегодняшний день наших коммунистов сегодня 105 человек в городе Бобруйске. Это и не мало, но это и немного. Я вам хочу сказать, что мы прошли вот пешную перерегистрацию в министерство юстиции. Естественно, подвели итоги этой перерегистрации, потому что были кое-какие определенные вопросы. Вот. И поставили задачи на будущее. Вот. Естественно, а будущее, это нас ждет серьезная электоральная кампания, которая пройдет в 2024 году, и мы, конечно, будем в ней участвовать. А как считаете, насколько стране нужны политические партии? Ну, я вам хочу сказать, что мы, наверное, единственная республика, которая, может, так сильно и не выстраивала политическую систему в части, касающей политических партий. Вот сейчас происходит вот это вот, будем говорить, так сказать, формирование политического, так сказать, крыла, будем говорить, в части, касающего политических партий. Конечно, для республики Беларусь может и не надо 15 политических партий, как это было ранее. Прошли перерегистрацию 4 партии. Я считаю, может, этого и достаточно. У нас нет конкуренции с другими партиями. Мы с ними не конкурируем. Мы вообще-то делаем одну работу. Мы строим республику Беларусь как развитое государство, самостоятельное государство, которое получило, кстати, еще и благодаря, может, и революции свою независимость. Вот. Поэтому мы едины в одном, что мы должны построить сильную, процветающую республику Беларусь. Поэтому нам хватит 4 политические партии, которые будут в поле, политическом поле работать, вот, и осуществлять свою деятельность. Я думаю, что этого предела достаточно. Красный день календаря. Так и не иначе о нем говорят в народе. 7 ноября – день Октябрьской революции. 106 лет назад ход мировой истории был развернут на 180 градусов. События 1917-го стали одними из самых значительных в 20 веке. Люди получили право на труд, образование и отдых. Для нашей республики события той поры открыли путь к национальному самоопределению и собственной государственности. С именем Октябрьской революции мы связываем многочисленные победы, свершения и трудовые достижения народа, которые и сейчас продолжают оставаться предметом нашей особой гордости. Благодаря Октябрьской революции белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогатил национальную культуру. Спустя не одно десятилетие о событии такого масштаба знают, помнят и чтят. Бобруйск по традиции это утро встречает на площади Ленина. Цветы к памятнику вождя мирового пролетариата несут представители Коммунистической партии, исполнительной власти и общественности. Для людей нашего поколения это можно считать основной праздник. Мы выросли под этим флагом, мы выросли под эти песни, мы выросли под этот праздник. Это наш воистину народный праздник. Замечательный, светлый, торжественный. Это олицетворение нашей юности, нашей молодости, потому что у нас одна родина СССР. И я благодарна нашему президенту за то, что он сохранил этот праздник для нас, для последующих поколений, потому что историю забывать нельзя. Это замечательный праздник, который пришел к нам из истории. Этот праздник действительно дал народу всего бывшего Советского Союза право на свободу, равенство и братство. И еще самое главное из вот этой истории, этот праздник всегда отмечался в каждой семье. Из года в год передается добрая традиция открывать в этот день значимые социальные объекты. В торжественной обстановке красную ленту перерезают в микрорайоне Киселевичи. Новую дорогу первыми оценивают юные участники дорожного движения. Улицу называют в честь генерала-лейтенанта танковых войск, героя Советского Союза Михаила Панова. Его подразделение принимало участие в освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков. День 7 ноября оторвали вместе с папой красный лист календаря. На этом сюрпризы не заканчиваются. На бульваре молодежном в подарок маленьким непоседам детская спортивная игровая площадка. 1700 квадратных метров с безопасным покрытием и множеством современного оборудования. Тренажеры, качели, лесенки, горка становятся местом притяжения для ребят со всего микрорайона. До конца этого года ожидается еще одно значимое событие. В Киселевичах вновь зазвучит звонкий смех, откроется детский сад на 240 мест. И это в очередной раз доказывает Синекая уверенно идет собственным путем развития. Созидательный труд, стремление к социальной справедливости, уважение к истории и традициям – главные факторы консолидации белорусского общества. Многие люди в политику не верят. Не хотелось бы повторения 20-го года. Это касается патриотического воспитания, да, как считается, достаточно ли его или в чем-то все-таки мы не пускаем. Ждать дедушку Сэма, чтобы пришел, достал зеленый и нам кинул – ничего подобного, ничего не получится. В чем сила Беларуси? Мы не даем нашу республику разорвать на части, как это сейчас происходит на Украине. Только на патриотизме мы можем доказать, что мы сильные, умеющие и знающие. 2020 год был переломным для всей страны. И я часто встречалась с такой фразой до этого о том, что я не лезу в политику, люди говорили, да. Но в августе что-то изменилось, и о политике не говорили, наверное, только что дети. Как считаете, есть ли место в политике каждому? Ну, вы, наверное, уже обратили внимание, потому что вы живете и как журналисты, общаетесь с людьми, что сейчас о политике вообще говорят постоянно и везде, и всюду. Ну, это, вы знаете, наверное, и должно это было и произойти. Это не только после 2020 года тех событий, которые мы пережили. В любом случае это должно было произойти, рано или поздно. Учитывая, что сейчас формируется политическое движение, будем говорить, в части политических партий, будем так говорить, то, естественно, нам необходимо об этом говорить. Естественно, и государству поставлять плечо в этом политическом плане. Почему? Потому что вы видите все проблемы внешние, когда уже, так сказать, будем говорить, ну, может, враг и не стучится нам в стену, но на пороге нашего. Поэтому, конечно, нам необходимо всем политическим партиям в этом плане объединиться и поставить заслон. Конечно, надо прямо сказать, да, может, вы и правы, что действительно многие люди в политику не верят. Да, многие ее не знают и ее не интересуются. Но это право каждого гражданина, каждого человека. Но тот, кто ее интересуется, кто понимает, то он прекрасно должен осознавать, что стоит в будущем, что будет дальше. Кто будет за нами стоять? Как дальше мы будем жить? Как будем строить нашу республику Беларусь, которую, вы знаете, ну, на карте это тут совершенно немного и так далее и то подобное. Если бы мы не сохранили то политическое движение, не сохранили тот мир после, в 20-х годах, кто бы знает, где мы были и что с нами было бы. Никто этого не знает. За сутки можно было нас затоптать. Ну, давайте будем так говорить, уже грубо, может, говорю. Понимаете? Потому что и вот это вот самая важная часть, вот, в плане, чтобы люди понимали, что будет в дальнейшем и в будущем. И благодаря нашему президенту, который действительно вышел сам с автоматом, защищать нашу республику, вот, это вот личный пример того, как люди должны вообще поступать. И это личный пример, как должен проявляться патриотизм к своей любимой родине. Вот это вот, для меня это самое главное. Встретить коммунистическую партию можно было абсолютно на всех прогосударственных митингах, да? То есть вы были в первых рядах. Приходилось ли лично вам общаться с теми, кто все-таки перешел не на ту сторону? Приходилось. Приходилось. И приходилось с ними общаться, убеждать людей, что могло стучиться в то, что вы перевернулись. Ну, будем так говорить, давайте прямо будем говорить. Ну, все-таки это ж не секрет, это ж, что тут говорить. Вот, понимаете, у людей поменялось сознание, у людей поменялись взгляды. А что могло произойти? Ведь вообще идеи коммунизма сами по себе были очень хорошо выстроены. Ну, давайте, вот, декреты первой Ленина о земле, о мире. Чем они были плохие? Чем был плох призыв или лозунг «Вся власть народу»? Чем был плох призыв фабрики рабочим, а земля крестьянам? Ну, видите, действительно, это было неплохо, это было действительно нужно. И к этому государство шло. Вот, понимаете? Поэтому, что произошло у людей, ну, это, конечно, каждого права гражданина. Это уже они должны определиться и решить. Ну, вот, понимаете? Но есть люди, которые и не разуверились в движении, в коммунистическом движении. Есть люди, которые нас и поддерживают. Они, может, не состоят в нашей организации, но нас поддерживают. Понимаете? Поэтому мы уже этим гордимся. Вот, у нас есть, например, даже приходят молодые люди, которые даже изучили коммунизм Китая. Ну, видите, давайте прямо скажем, когда происходил развал Советского Союза, Китайская Республика предупреждала Советский Союз, что не надо развалить коммунистическую партию, правящую, сильную, могучую партию. Ну, и к чему мы сейчас пришли? А посмотрите, к чему пришел Китай. Это стало развитое, сильное государство. Они доказали модель построения экономики и политики в коммунистическом движении. Это единственное государство, которое доказало это. А давайте посмотрим другие страны, которые действительно развивались по коммунистическому движению. Швейцария, Вьетнам, Северная Корея, Куба и другие государства. Они ведь не отвергали коммунистическое движение. Понимаете, дело в том, что люди, те, которые были во главе в партии, просто ее неправильно исковеркали, эту партию саму. Начиная от Никиты Сергеевича Хрущева и заканчивая Борисом Николаевичем Ельцином. Вот, понимаете. Поэтому и произошел вот развал могучего Советского Союза и прекращение работы коммунистической партии как таковой. Может быть, и не надо было так любить с плеча. Может, надо было это обдумать, сделать это грамотно. Ну, что стучилось, что стучилось, уже ничего не поделаешь. Как считаете, каким должен быть сильный или идеальный политик? Ну, во-первых, этот человек должен быть на своем месте. Он должен знать, что от него требуют и что он должен требовать. Он должен быть патриотом своего государства и своей страны. Он должен любить свою страну. И вот эту любовь и патриотизм воплощать в политических действиях и движениях, которые он должен воплощать. Вот для меня идеал – это Александр Григорьевич Лукашенко. Это действительно настоящий политик. Вот это действительно человек, который действительно воплощает свои идеи. И мало что воплощает идеи, он и требует от других этого. И то, что он руководит государством, как сильный политик. А это признали уже многие страны мира, так как он сильный политик. То надо отдать в этом должность, что мы должны равняться и на него. Это вот единственное, тот человек, который действительно идеален для нас, как политик действительно. Сегодня утром смотрела новости, и там был рейтинг опубликован о доверии россиян. Кому вы доверяете? И на первом месте, конечно же, Григорьевич, это не только, кстати, в России. Это я знаю, что его рейтинг очень высокий даже и за пределы постсоветского пространства, и на территории советского пространства, на многих странах. Даже, смотрите, Украина. Они его признают как сильного лидера. Хотя в Украине сейчас тяжелая обстановка. Но они хотят именно Лукашенко, потому что это сильный лидер. Ну, пускай люди там называют как угодно, там он и такой, и сякой, и царь, и так далее, и то подобное. Но это сильный политик, и сильный руководитель, грамотный руководитель. А почему мы не должны наравняться на него? Потому что у нас есть идеал, действительно есть идеал. Поэтому я считаю, что это, что, понимаете, россияне, может, люди уже устали от этого, может, давайте прямо скажем, развала и бардака. Может, люди хотят действительно уже сильные власти, которые бы действительно уже навела бы порядок. Вот пример там у нас Александра Григорьевича. Начиная от улиц, да? Конечно, посмотрите. Даже вот взять город Бобруйск. Посмотрите, как хорошает наш город. Как строится инфраструктура, выкладываются дорожки. Понимаете, вот мы вчера собирали, вот у нас был бюро, и в бюро пришло очень много молодых людей, кстати, вчера на бюро я проводил. И вот мы молодым людям это рассказывали, что мы живем сейчас в хорошее время. Понимаете, что мы, действительно, у нас доступное образование, доступная медицина, ну, если по сравнению с другими постсоветскими государствами. Ну, вот, понимаете, что мы можем воплощать свои идеи, мысли и так далее и тому подобное. И да, вопросы есть и проблемы есть, но кто, как не мы, должны идти решать вопросы и проблемы? Или мы должны ждать дедушку Сэма, что пришел, достал зеленый и нам кинул? Ничего подобного, ничего не получится. Мы должны сами строить наше государство и создавать условия так, чтобы в этом государстве было интересно и комфортно жить. Хорошо, а что касается патриотического воспитания, да, как считаете, достаточно ли его или в чем-то все-таки мы его пускаем? Вы знаете, я на эту тему очень много выступаю, очень много говорю. Вы знаете, хотелось бы, может, чего-то большего. Не хотелось бы повторения 2020 года, но, судя по высказыванию в интернет-сайтах, то все-таки, наверное, некоторые недопоняли 2020 год. Хотелось, чтобы все-таки и мы, коммунисты, и другие политические партии все-таки обратили на это внимание очень серьезно. Почему? Потому что именно патриотизм дает возможность построения сильного, развитого государства. Это мое мнение. Хотя есть другие, конечно, явления, но именно только на патриотизме мы можем доказать, что мы сильные, умеющие и знающие. Именно только так мы можем строить нашу могучую Республику Беларусь. Хорошо, а как считаете, в чем сила Беларуси и ее внешней политики? Дело в том, что... А давайте вспомним историю. Республика Беларусь – единственная страна, которая сохранила все предприятия и производства, сохранила сельское хозяйство, сохранила деревню. А этого что, мало? Ну, давайте дальше скажем. Стройте социальные объекты, школы, больницы. У нас мир и спокойствие. Что еще надо, чтобы это нарушить? А многого не надо. Понимаете, у нас приветствуются все конфессии. Мы живем в мире и в спокойствии. Мы не преследуем людей по вероисповеданию и по национальному признаку. Понимаете, мы с ними дружим, общаемся, разговариваем. Либо он армянин, либо он грузин, либо он еврей. Понимаете? Поэтому, может, мы этим и отличаемся своим самосознанием крепким и сильным, а может, даже в частности, патриотизмом, в том, что мы не даем нашу республику разорвать на части, как это сейчас происходит на Украине. К сожалению. Да, и надо прямо сказать, что если это утратится, если мы это, если мы самоуспокоимся в этом плане, то, поверьте, не будем мы ничего этого видеть. И потом мы будем кивать на кого-то, будем кого-то обвинять, но мы в пропасть упадем, и в такую пропасть, что дальше некуда. И тогда о нашей независимости надо будет просто забыть. И этим еще мы сильны, то, что мы все-таки независимости, как бы ни было. Понимаете? Мы не ждем там какого-то доллара зеленого, и от него независим. Мы зависим только от себя, от своих людей, от своей гражданской позиции, которая должна присутствовать у всех людей. Я считаю, что этого вполне достаточно. Хорошо. Сегодня Беларусь отмечает день Октябрьской революции. Что мы пожелаем нашим горожанам? Ну, прежде всего, хочу пожелать нашим горожанам, гостям города, это просто любить свою родину. Это, естественно, помнить о том, что есть еще такое понятие, как слово мир, которое надо сохранить в любом случае. Вот. Также хочу пожелать, естественно, это здоровье. Будет здоровье, тогда будем строить и мир, будем созидать и будем, естественно, воплощать те идеи, которые необходимы для построения, развития нашей республики Беларусь как сильного, могучего государства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!